Сегодня 26 мая, и сегодняшняя цитата звучит так. «Что, если он меня обманывает? Следует ли мне оставаться супругом, который обманул меня? Имею ли я право уйти от него, ее? Что мне делать, если это произошло?» Прекрасные вопросы. На эту тему можно задать еще много вопросов. Я не знаю вашей конкретной ситуации, я не знаю вас, не знаю его или ее. Я могу только дать общие наставления, которые помогут вам все обдумать. Есть интересный способ рассмотрения этого вопроса. По статистике, 50% мужчин в наше время обманывают своих жен. Около 25% женщин обманывают своего супруга. И это только те цифры, о которых нам известно. На самом деле, этот процент выше. Ведь очевидно, что далеко не все неверные супруги участвовали в соцопросе. Но мы можем понять одну вещь. Когда вы вступаете в брак с обычным человеком, скажем, в Америке, вы рискуете. Если это мужчина, то он может изменить вам с 50% вероятностью. И с 25% вероятностью, если это женщина. То есть, каждая четвертая жена изменяет мужу. Вы можете сказать, в других странах эта статистика не так высока. Может быть, не так высока, а может быть, даже и выше. Но как бы там ни было, вы идете на риск. Если вы в Америке, и вам изменил муж, и вы решаете расстаться с ним и выйти замуж повторно, то есть 50% риск, что ваш новый муж сделает то же самое. А если вы мужчина, то в этом случае есть 25% риск, что новая жена поступит так же. Если ваш муж или ваша жена поступили так и сожалеют об этом, глубоко сожалеют, сожалеют настолько, что обещают, клянутся, что больше никогда так не сделают, что это была просто случайность, и что я на самом деле раскаиваюсь, и я знаю, что обидел или обидела тебя, но этого никогда больше не повторится, прости меня. Если всё происходит именно так, то существует меньше вероятности, что это произойдёт вновь. Если вы останетесь с этим человеком, если вы останетесь с этим человеком, чем если вступите в брак с кем-то другим. Возможно, вы скажете, «Я просто хочу уйти от этого человека». Но тогда нужно задаться вопросом, будет ли это самым лучшим решением — уйти. Тут надо подумать о детях. Возможно, вы не любите его, потому что он сделал что-то, а вам не нравятся люди, которые так поступают. Я понимаю, что с этим связана масса эмоций, но в конечном итоге, что лучше для вас, для него, для детей? Можете ли вы простить? Люди ошибаются, люди слабы. Обязательства иногда приводят к этому. Люди часто могут близко общаться с другими мужчинами и женщинами в офисе. И это происходит не намеренно, а просто в момент слабости. Есть ли у вас способность прощать? Достаточно ли доброе у вас сердце? Достаточно ли вы великодушны и добры к своему супругу, чтобы простить? Это второй пункт. Третий пункт. Есть ли в этом и моя ответственность? Другими словами, «Может быть, это я довел супруга до того, что он захотел отношений с другим человеком, потому что наши отношения испортились, потому что я плохо относился к нему или к ней». Может, мой супруг, супруга, не получает дома необходимой ему доброты и поддержки, признания и уважения, а получает их где-то в другом месте. Но ему или ей это необходимо, поэтому он или она с радостью все это принимает. Например, женщины расцветают, когда их любят. Мужчины расцветают, когда чувствуют признание. Мужчины, если у вас нет эмоционального контакта с женой, вы не проявляете свою любовь к ней, а какой-то другой мужчина проявляет ее. Это все равно, что накормить голодную девочку. Это все равно, что вы морите ее голодом, а кто-то другой приходит и устраивает для нее пир. Женщины, если вы все время унижаете своего мужа, если относитесь к нему неуважительно и критикуете его, а у него в офисе есть красивая, милая, молодая женщина, которая рассказывает ему о том, как он разумен, сколько у него способностей, как он ей нравится и так далее, то она устраивает для него пир, а вы морите его голодом. Я не говорю, что всегда виноваты именно вы, но я полагаю, что полезно будет заглянуть внутрь себя и посмотреть, может быть, я сделал что-то такое, чего не следовало было делать. И если бы я это не сделал, этой ситуации можно было бы избежать. Очевидно, что в некоторых случаях ваш муж или жена просто слабы, а вы являетесь хорошим мужем или женой. Тогда, возможно, требуется терапия. Может быть, нужно приложить больше усилий, чтобы укрепить отношения. Но в некоторых случаях мы действительно вынуждаем своих супругов привлечься другим человеком, лишая их того пира, которым нужно их кормить. Мы обсудим это подробнее в другой лекции. Харе Кришна, если вам нравится это видео, вы можете подписаться на канал. Также я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео с другими, оставите свой комментарий и поставите лайк. Нажмите кнопочку «Поделиться», и я думаю, многие преданные скажут спасибо, получив эти видео. Я стараюсь излагать нашу философию так, чтобы это было практично, чтобы было понятно, как применять ее в нашей повседневной жизни. Это одно из моих служений. Я хочу охватить как можно большую аудиторию преданных. Если вы сможете мне помочь, я буду вам очень признателен. Субтитры создавал DimaTorzok